Хочу поговорить про сны. Слава Богу, что они присутствуют, наверное, практически в жизни каждого человека. И эта тема будет близка всем и интересна. Тем более, что есть мне что рассказать, свои собственные наработки, и как я прогрессирую в снах. Что интересного в моей жизни я получаю от этого еженочного события, который для меня как праздник, и я вообще считаю, что самое интересное в жизни это сон. Давно я уже, у меня такая, не знаю, мечта, не мечта это уснуть и никогда не просыпаться, потому что по сравнению с моими снами жизнь скучна, пресна. Впервые я с снами, с оснами, с соснами познакомился в глубоком детстве, и это знакомство первое было очень сильно негативным. Меня преследовали жутчайшие кошмары. Я не знаю, с чем это связано было, потому что, в принципе, жизнь тогда у меня была вполне нормальная детская жизнь, без каких-то там стрессов, но были кошмары вплоть до того, что меня вводили к врачу, и какие-то там успокоительные. Это примерно где-то 5-4 года мне было, 4-5 лет. Снились не то, что сны какие-то страшные, а некое состояние, состояние очень интересное, которое впоследствии я потом рассматривал, узнавал про него больше и больше, и человек, который не ощущал вот то, о чем я говорю, он не поймет, потому что это можно только самому ощутить, объяснить это практически невозможно. И когда я, помню, как это происходило, я маленький, там, выхожу к родителям, они еще спать не легли, ну, уложили меня там в 8-9, не помню, когда-то спокойной ночи малыши закончились. И буквально через час я к ним выхожу, и долго не могу прийти в себя. У меня такое ощущение, что я одновременно и здесь, и там. И помню даже вплоть до того, то есть сон меня забирал глубоко, что я не узнавал ничего вокруг себя, не узнавал ни родителей, ни форму, ни... Я даже помню, что я выхожу к ним в зал, ну, они сидят там, телек смотрят, и я не понимаю, ну, то есть мозг не может собрать вот то, что ты видишь, вообще в какую-то картинку. А тогда это было для меня вот одной из сторон моей реальности, и это было ужасно, это было просто страшно. И я родителям только мог объяснять, что мне снятся камни. Но это были не камни, это было какое-то состояние, при котором я очень уменьшался очень сильно, я свой размер ощущал физически, что я... Я не знаю, с чем сравнить, но... То есть вот если представить, что наконечник иглы, и я вот меньше, чем вот эта точка, чем... просто меньше, чем все, что я могу вот себе представить. Я пылинка, я соринка, я могу просто затеряться между... Между всем, что только вот можно себе самую мелкую какую-то частицу представить, и она больше меня. Я не знаю, что это было, выход в какое-то пространство было. Но, слава богу, я сейчас это все помню очень четко, и могу анализировать. Впоследствии в жизни мне подобные приходили, приходило подобное состояние, немножко в других ипостасиях, и я объясню, объясню сейчас, как его можно достичь, вызвать не именно такое, которое будет вызывать ужас. Ужас. Ужас такой силы, что его невозможно передать. Это не просто страх какой-то, испуг, а-а-а... Или, ну вот как обычно мы чувствуем, мы понимаем, страх. Ну, это не страх, это какое-то совершенно другое состояние. Состояние души, наверное. Потому что такое ощущение, что ты боишься ни материи, ни какой-то логикой, что тебя напугало. А это просто вот, ну, трансцендентальный. Всю жизнь я практически мучился с хреновым сном. Не могу сказать, что у меня когда-то вот он там был четкий, прям уснул, проснулся и прекрасно выспался. Все время какая-то жопа с ним происходит. Почему? Да кто его знает? Необъяснимо. Можно сейчас говорить вот все что угодно. Ты не умеешь отключать сознание, ты не умеешь останавливать ход мыслей. Я ничего этого не умею. Я все это тренировался делать, и это не получается. У кого-то это получается автоматически. Вот, например, у меня мама, она при желании может уснуть просто вот. Едет она в автобусе в рейсовом. Вот так вот раз голову к стеклу. И спит себе прекрасно. Проснулись, какой-то город вышла, походила. Через 15 минут зашла опять. Просто по щелчку. Всю жизнь. С моими проблемами она вообще не знакома, понять не имеет. И я подозреваю, что все-таки люди делятся на тех, кто офигенно спит. И кто спит ужасно, просто кошмарно. У меня есть также товарищ, который на протяжении всей жизни не спит. Он говорит, что мне 4 часа сна в сутки, это просто за счастье. Причем прерывистые 4 часа. Я не знаю, как он живет, как он выживает. И вероятно, что это его убивает, потому что не так давно ему пересадили сердце. Вот так вот разрезали, вытащили, новое вставили и живет с новым. Он считает, конечно, что это связано с врожденным пороком сердца. Но мне кажется, вот настолько я чувствую на себя влияние сна, что все-таки это львиная доля его недосыпания, может быть, и в работе сердца сказывается. Потому что его недосыпание, оно регулярно и всю жизнь. Ну, как так жить можно? С чем это связано? Наказание это какое-то свыше. Почему кто-то спит сладенько? Да фиг его знает. Остается только вот по каким-то обрывкам здесь вот все это разбираться. Куча сонников придумано. Но я про соники тоже хочу потом кое-что сказать. Итак, я сны начал более-менее изучать и в них, так сказать, тренироваться. Когда мне уже было больше 20 лет, мне попала в руки книга Алана Монро, это автор. И там что-то про сновидение было, про его выход из тела. Я тогда впервые в жизни узнал, что можно при помощи сна, во-первых, заниматься осознанными сновидениями. Это когда ты во время сна самоидентифицируешься и весь тот бред, который у тебя проистекает во время сна, ты понимаешь, опа, это бред, ага, а значит это сон. И начинаешь в нем вести себя более свободно. То есть сам сон тебя не затягивает, не подчиняет тебя. Я, конечно, как и все, наверное, испытывал такие сны, как от кого-то убегаешь, а убежать не можешь. Под тобой буквально земля, как песок какой-то проваливается. Или наоборот ты догоняешь, а догнать не можешь. Сейчас у меня все это в прошлом. Я во сне перемещаюсь, как, ну, наверное, Нео в Матрице или как там вот Супермен. Не меньше. И это все достижимо. Я верю, что это тренируется. Я сейчас объясню, каким образом я это тренировал, к чему я пришел. И почему в итоге я пришел к тому, что мои сны стали намного ярче и интереснее данной реальности, в которой я существую. Которая стала для меня серой обыденностью. Итак, в книге Алана Монро там описывалось, как в итоге нужно выходить из тела и путешествовать якобы где-то там по... Неизвестно где, там абсолютно точного объяснения нет. Но я всем рекомендую это почитать. Потому что, во-первых, мы все спим. Мы все спим. И почему бы не сделать сон, ну, чуть-чуть более интересным. Я не говорю, что сразу у вас это все получится и прям вот прочитал книгу, лег спать и понеслось там у вас. Нет, скорее всего так не будет. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть вы сможете это развивать в себе. Итак, с чего можно начать? Самое главное во сне это самоидентифицироваться. Потому что, когда у нас наблюдается вот этот бредовый сценарий, который чаще всего во сне он бредовый и правильно, у нас жизнь как-то там упорядочена. У нас не может вдруг там кто-то вот в стену вбежать. И там, ну, все что угодно происходит во сне. И самое интересное, что мы не подвергаем это какой-то критике. Мы не думаем, что за бредятина. Почему у меня из моего автомобиля украли двигатель? Двигатель свистнули из автомобиля. У меня такое снится. Регулярно мне какая-то бредятина снится насчет воровства моего автомобиля. И ой-ой-ой, как я этого боюсь. Наверное, конечно, там скажут, это подсознательно ты этого боишься. Да, подсознательно я еще дохрена чего боюсь, чего мне никогда в жизни не приснится почему-то. И поймать так называемые вибрации. Вибрации это состояние пограничное между бодрствованием и сном. И вот оно настолько пограничное, настолько оно вот тонкая прослойка, что обычный человек его пролетает и все, и не заметил. Мгновенно. Вот просто я сейчас объясню, как это перевести можно. Представьте, что вы очень долго ехали в автобусе. И вам нужно выйти из автобуса. Автобус это одно состояние. А вне автобуса это другое состояние. А вот тот момент, когда вы сквозь вот эти вот двери проходите, да, сколько? Ну, какая-то доля секунды. Раз, шаг сделали и все. Вот в этом состоянии нужно успеть, опа, и остановиться. И когда мы остановились в этом состоянии, начинаются так называемые вибрации. Почему он вибрации назвал? Потому что это другим словом никак не опишешь. Эти вибрации я ловил. Это абсолютно точно вибрации. И когда их схватываешь, вот в этом месте находишься, то никогда не ошибешься. Это именно вибрации. Ты никогда их не спутаешь ни с чем другим. Поймать это состояние достаточно сложно. Потому что даже попадая в сами вибрации, мое сознание начинает ликовать. Например, вау, о, у меня получилось. Тут же меняется у меня сердцебиение. И меня выкидывает в ту или иную сторону. Но чаще всего, конечно, выкидывает в бодрствование. Потому что сердце начало чуть-чуть больше гонять кровь. И меня выкидывает из сна. Вот. Так вот, ну это уже более сложная форма, когда ты поймал вибрации, в них задержался, в них долго пребываешь. И начинаешь вытаскивать себя. Себя. Это в плане, наверное, какая-то энергетическая оболочка. Ты ее вытаскиваешь в пространство. А твое тело по-прежнему лежит. И это, блин, это можно сделать. У меня это получалось. К сожалению, не полностью. Я не мог там совершать тех кульбитов, которые устраивал Алан Монро. Он там летал чуть ли не к другу. Просил там какие-то вещи переставить с их обычного места. Там они договаривались. И он в этом состоянии перемещался к другу. Смотрел, где там какие-то фигурки, чашки. Неважно, там переставили. И потом он утром с ним созванивался и говорил. А у тебя это стоит там, а это там. И он говорит. Да, да. Все верно. То есть, этим самым они проверяли, действительно ли это происходит в реальном мире. Либо, может быть, это какой-то сон. И там сознание это тебе просто показывает. Вот они утверждают, что это так. У меня такого никогда не получалось. У меня не получалось попадать в реальный мир. Я всегда, когда выхожу из тела, я в каком-то кино нахожусь. Я не назову это сном, потому что ощущается по-другому. Ощущается вплоть до того, что у меня есть ощущения такие, как там холода, запаха, например. Или боль я чувствую во сне. Вот, как говорят, там ущипни, да. Проверить, что это не сон. Ничего подобного. Если у вас очень глубокий и осознанный сон, вы можете ощутить в том числе и болевые ощущения. Они не критичны. То есть, вы руку сломаете с открытым переломом. И у вас не будет там шокового состояния. Но, тем не менее, мне кажется, что наши болевые ощущения, они больше связаны с работой мозга и сознания. Так как в этом измененном состоянии у нас по-прежнему работает сознание. И сознание может поверить в то, что там сломанная рука приносит боль. И вы будете ее чувствовать. Более того, вы когда проснетесь, если быстро это случится, то вы будете смотреть на руку и реально ощущать боль. Она будет таять. Очень быстро она пройдет. Буквально там за, может, 10 секунд, там, тире минута она уйдет полностью. Но вы будете абсолютно точно уверены в том, что вы это чувствовали. Просто тема эта настолько ярко интересная. Я хочу о ней много рассказать. И если у вас будут какие-то вопросы, какие-то свои наработки в этом плане, с удовольствием пишите. Все обсудим. Может быть, я буду и продолжать снимать ролики на тему снов. Вернусь к тому состоянию, которое я ощущал в детстве. Вот этот вот страх кошмарный, какой-то природный ужас. Не знаю, как его описать. Я попадал в него же, но уже не чувствовал вот этого страха. Как бы сказать, находился и вот так вот рассматривал его изнутри. Это всегда случалось, скажем так, когда мне было, например, там, 10 лет, 14-16. Примерно в эти годы я попадал в состояние, когда я болел. У меня температура. И я однозначно выходил из своего тела. Я помню, как я ходил по квартире. Все видел. Идешь по квартире, и такое ощущение, что воздух становится более, вот как вода, что ли. Ну, не такой вязкий, но более вязкий, чем воздух. Ты вот сквозь него прям проталкиваешь себя. Вот тебе тяжело идти. Ощущаешь его. То есть, я это связываю с тем, все-таки, что масса наша теряется. Мы же имеем свою плотность, к которой мы привыкли. А когда ментальным телом вышел, и куда-то ты там направляешься, вероятно, все-таки плотность не та, и ощущения другие, когда ты просто толкаешь воздух. Но воздуха не существует на самом деле, потому что ментальное тело, оно настолько отличается от физического, что, скорее всего, воздух мы здесь ощущаем только при помощи своего сознания, думая, что воздух существует. Потому что сейчас я дошел до такого состояния, когда я выхожу из своего тела, я спокойно, абсолютно могу через твердые предметы про, я не знаю, как это назвать, просочиться, насквозь пройти. Но насквозь здесь не совсем то ощущение. Потому что, когда нам в кино показывают, как там какие-то души там насквозь стену проходят, они не чувствуют сопротивления. Я все равно сопротивление до сих пор ощущаю. И, например, выйти на улицу сквозь окно, я чувствую окно и понимаю, что окна нет, и вот проталкиваюсь сквозь него, все равно ощущая, что оно меня держит как-то. Это сложно описать обычными словами, потому что то, что происходит, совершенно не похоже на ту реальность, к которой мы привыкли. Я вот долго пытался представить, как мне четко рассказать, написать сценарий не получается. Потому что не могу здесь уловить какую-то нить рассказа. Вот прыгаю, Алана Монро рассказал. И выход из тела это уже, скажем так, наивысший уровень обладания мастерством сновидений. Начну, расскажу про самый первый уровень. Это как во сне, в обычном сне, научиться себя идентифицировать, что, опа, я нахожусь во сне. Хотя бы не что-то исполнять в нем, а хотя бы просто я в нем нахожусь. Это очень, хотел сказать, просто, но нифига не просто. Продолжение следует...